В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На страже безопасности. 18 июля день образования Государственного пожарного надзора. Ловкость, сила, оперативность. В Сарове стартовали всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. Мрачная дата истории. 17 июля отмечается 105-я годовщина расстрела царской семьи. Далее расскажем обо всем подробно. 18 июля в России празднуют день создания органов Государственного пожарного надзора. Их официальная история службы началась в 1927 году. Именно с этого времени в СССР стали проводить мероприятия по профилактике пожаров, в том числе проверять крупные предприятия. О том, чем занимаются сотрудники сегодня, узнала наша съемочная группа. С апреля по сентябрь жаркий сезон. Именно в этот период происходит большая часть возгораний. За каждым инспектором пожарного надзора закреплены несколько сотен объектов. Все они требуют постоянного внимания и контроля. Инспекторы регулярно посещают детские сады и школы, проводят уроки безопасности и тематические конкурсы. Летом работают в оздоровительных лагерях. В рамках профилактических мероприятий сотрудники отдела общаются с руководством организации по недопущению нарушений требований пожарной безопасности. Проводят консультирование. Также консультации оказываются и в городе жителям. И с маленькими детьми проводятся тренировки. Какие-то игры проводятся. Веселые старты на противопожарную тематику. Специалисты также занимаются расследованием по факту пожаров. В чемоданчике дознавателя – фотоаппарат, дальномер, пирометр, измеритель температуры, дозиметр, мерные цилиндры, пробирки для забора проб и многое другое. Всем этим арсеналом пользуется инспектор для определения причины возгорания. Дознаватель, который выезжает на место происшествия, определяет степень уничтоженного имущества, находит очаг пожара, устанавливает причину пожара. Если мы не справляемся, к нам в помощь приезжают сотрудники судебно-экспертной организации из города Москвы. У сотрудников немалая бумажная работа и заполнение актов проверок, предписаний, протоколов и отчетов. У пожарных есть своя примета – уходя с работы, не желать друг другу отсутствия происшествий. Во многом благодаря усилиям этих специалистов бед с огнем можно избежать. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с 96-летием образования Государственного пожарного надзора. Особую благодарность хочется выдать ветеранам пожарной охраны, которые стояли у истоков создания Государственного пожарного надзора. Желаю вам долгих лет жизни, взаимопонимания в вашей семье, счастья и всего самого хорошего. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Сила, ловкость, оперативность. На стадионе ИКАР прошло торжественное открытие всероссийских соревнований МЧС России по пожарно-спасательному спорту, посвященной памяти Валерия Кишкурно. 15 команд из разных уголков России на протяжении четырех дней будут соревноваться за звание лучших в пяти этапах. Подробности в нашем репортаже. С самого утра сотрудники МЧС на большой скорости взбираются по лестницам на четвертый этаж. Но спасать, к счастью, никого не нужно. Свои навыки участники демонстрируют в рамках всероссийских соревнований МЧС России по пожарно-спасательному спорту, посвященных памяти Валерия Кишкурно. 38 специальных управлений из разных уголков страны в июне проходили отбор в Озерске, Калуге и Железногорске. В финал прошли 15 сильнейших. Хотел бы от имени командования Главного управления МЧС России по Нижегородской области поприветствовать вас всех участников здесь и пожелать прекрасной, бескомпромиссной, честной борьбы, чтобы, как говорится, победил сильнейший. Очень приятно, что здесь сегодня собраны лучшие российские команды. И я думаю, что соревнования пройдут на очень высоком, достойном уровне. В 2021 году многие из участников работали на тушении пожаров в Мордовском заповеднике. Глава города поблагодарил пожарных за очередной визит и пожелал удачи в соревнованиях. Я очень рад, что сегодня я могу участвовать на Саровской земле в более спокойной, милой и торжественной обстановке вас. Соревнования – это возможность не только проявить свое мастерство, профессионализм, но это очень серьезная работа по подготовке пожарных команд. Медали разыграют в пяти спортивных дисциплинах штурмовая лестница, четвертый этаж, учебная башня, установка и подъем по трехколенной выдвижной лестнице, полоса препятствий, пожарные эстафеты и боевое развертывание. Спортсмен международного класса Станислав Титаренко приехал в составе специального управления номер 50 Санкт-Петербурга. Мужчина отметил отличный уровень организации и высокую конкуренцию. Мы приехали за победой, мы готовились и хотим выиграть. Сейчас такая подготовка идет к Стамбулу. Чемпионат России, хороший старт, хорошая организация. Выступить хорошо хочется без травм и показать результат за сборную России уже в городе Стамбуле. Впереди еще три дня соревнований. 19 июля участники пробегут полосу препятствий. 20 июля – пожарную эстафету. 21 июля пройдет боевое развертывание, торжественное закрытие соревнований и награждение победителей. Дарья Кузина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. 26 июля глава города Сарова Алексей Сафонов проведет личный прием граждан. Предварительно на прием можно записаться 18 и 25 июля с 8.30 до 17.30 по телефону 99059. Около 40 видов борщевика растет на территории России. Только один из них – борщевик сосновского ядовитый. У него белые цветки, в высоту может быть выше человеческого роста. Края листьев негладкие, а как бы слегка надкусанные. На стебле имеются волоски с фиолетовыми точками. Обнаружив борщевик в черте города, звоните по телефону 97787. Борщевик, растущий на территории парка культуры и отдыха имени Зернова, безвредный и не опасен для человека, сообщает администрация. ПЦР-тесты для плановой госпитализации отменили в Нижегородской области. Об этом рассказал глава обл. Минздрава Давид Мелегусейнов в своем телеграм-канале. Напомним, в регионе также отменили режим повышенной готовности, введенный из-за заболеваемости COVID-19. Однако запрет на проведение некоторых массовых мероприятий решили сохранить. 20 июля в Сарове на нескольких городских локациях пройдет День единых действий «Первые из первых». Российское движение детей и молодежи призвано сплотить все детские и молодежные организации, движения и объединения, помочь ребятам раскрыть свой потенциал. Активисты движения подготовили для горожан видеоприглашение. Всем привет! 20 июля в городе Сарове пройдет День единых действий «Первые из первых». Первая локация пройдет в 9.15 под трибуном помещении «Стадионный кар». Там мы будем рисовать рисунки, писать письма участникам специальной военной операции. В 10.00 у молодежного центра мы организуем площадку, где будем рисовать мелом на асфальте. И приглашаем всех желающих присоединиться. А в 17.00 мы всех вас ждем на дворовой площадке клуба «Восход» улицы Казамазово-10, где состоятся мастер-классы и интерактивные зоны, которые будут проводить ребята, городского совета и тренеров «Росатома». «Будь в движении! Всегда в движении!» В ночь 16 на 17 июля в России вспомнили одну из самых мрачных дат истории. 105 лет со дня, когда вместе с последним императором Николаем II были расстреляны его супруга, пятеро детей и несколько близких царской семьи. В 2018 году в эту ночь в нашем городе осветили первый в Нижегородской области храм-памятник, посвященный семье последнего всероссийского императора Николая II. Идея построить в Сарове приходской храм, посвященный последнему российскому императору-страстотерпцу Николаю II и его семье, возникла в 2002 году во время подготовки к празднованию столетия прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского. В 2003 году под строительство храма выделили участок в новом микрорайоне на оси улицы Арзамасской, где делает поворот улица Менделеева. В 2006 году святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II, находясь в Сарове, благословил строить храм. В 2008 году на месте будущего строительства был установлен поклонный крест. Однако работы на этом месте начались еще не скоро. Здесь же пока как-то не удавалось, даже кроме креста, кроме молитвы, которая на этом кресте творилась достаточно регулярно, не удавалось начать постройку. К идее возведения храма вернулись гораздо позже. В 2013 году митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий благословил сбор средств и начало подготовки к строительству. Возводить храм начали в марте 2014. 6 числа митрополит возглавил соборный молебен перед началом строительства. К нему приступило товарищество реставраторов мастерские Андрея Нисимова. Ко дню рождения императора Николая II под строящуюся церковь залили фундаментную плиту. В тот день глава Нижегородской митрополии совершил чин закладки храма. Здесь, в богопоставимграде Саров, день памяти церковного праведного и умногострадального. И в день рождения последнего государя нашего Отечества, церковного трастосердца императора Николая, мы закладываем храм в честь всей царственной семьи трастосердцев. В августе 2016 года, в день двунадесятого праздника Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии, осветили три креста в честь святых царственных трастотерпцев. Изначально храм планировали сделать деревянным. Жемчужина архитектуры так позднее назовут царский храм. Выполнят его из белого камня в новгородско-псковском стиле. Монументальность, простота, отсутствие излишней декоративности и некоторая тяжеловесность форм. Храм царственных трастотерпцев прекрасно вписался в картину современного живого микрорайона. Этот храм, именно, тоже разрабатывались разные материалы, разные архитектурные проекты. Этот архитектурный проект, конечно, был и трудоемкий, и дорогой, но он беспрецедентно красивый. Даже вот на фоне других памятников архитектуры храмостроительства нашей Родины. Подробнее о истории храма можно узнать в выпуске «Пешком по Сарову» номер 27 в социальных сетях канала 16. Елизавета Ляпина заняла призовое место на фестивале «Тавла-трейл». Забег по пересеченной местности проходил на территории села Подлесная Тавла Республики Мордовия. Саровчанка заняла второе место среди женщин на дистанции 32 километра. Забеги по пересеченной местности для Елизаветы Ляпиной стали уже привычными. Но в этот раз на фестивале «Тавла-трейл» спортсменка решила бросить себе вызов и выбрала самую длинную дистанцию – 32 километра. Елизавету ждали непростые участки – затяжные подъемы, сложный рельеф, лес и поваленные деревья. Участников на дистанции Т-20 и Т-32 ожидал брод. Многим мужчинам было примерно по грудь, женщинам – по шею, в зависимости от роста. Было такое препятствие, конечно, организаторы о нем не говорили. Было полной неожиданностью, увидев после шестого километра. Елизавету такое неожиданное препятствие не остановило. Она переборола себя и смогла перебраться на другой берег. Такую длинную дистанцию девушка выбрала еще и в качестве подготовки к следующему, более серьезному трейлу. Фестиваль «Тавла-трейл» прошел на территории села Подлесная Тавла, Республики Мордовия. Саровчанка заняла второе место среди женщин на дистанции 32 километра, пробежав ее за 3 часа 13 минут 30 секунд. Уступила 18 минут девчонке, которая заняла первое место. Но для меня это было больше как преодоление себя, а не для того, чтобы победить. Все-таки ты бежишь в трейл, ты наслаждаешься природой, ты бежишь в своих мыслях. И тут даже, наверное, больше главное не победа, а вот именно это участие и наслаждение природой. Вместе с Елизаветой в трейле участвовала и ее мама Алла Радимова. Спортсменка заняла первое место в своей возрастной группе на дистанции 10 километров. Елизавета Ляпина занимается лыжными гонками с 11 лет. И бег – основа летней тренировки, чтобы всегда поддерживать себя в форме. В качестве летней подготовки мы всегда бегаем, чтобы не потерять форму, наоборот, ее набрать к лыжному сезону. И как раз именно трейлы помогают подготовиться к зимнему сезону, потому что ты бежишь, это все-таки на выносливость, особенно если бежишь довольно-таки такую длительную дистанцию. Елизавета Ляпина не ставит себе цели взять высокие звания. Прежде всего, спорт приносит девушке удовольствие и позволяет поддерживать себя в тонусе. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей.